всем огромный привет дорогие друзья я тут вспомнила что мы давно ничего не плели из твинов и решила сплести сегодня колье вот я уже начала его плести кому интересно оставайтесь на канале для плетения колье нам понадобится два вида твина я взяла вот такой прозрачный золотой линии внутри один цвет и другой цвет взяла радужный я его уже сюда вот вплела то есть два цвета твина нам понадобится взяла я еще такие радужные бусинки 3 миллиметра граненые можно взять любые наверное круглые можно даже и взяла бисер чешский номер 10 но еще понадобится нам застежка у меня будет магнитный замок с кольцами вот и плела на нитки сейчас отрезаем около двух метров нити и начнем плести первым делом нанизываем в перемешку два цвета твинов вот просто чередуем один к одному и плетем такую длину какая длина колье вам нужно вот я полную длину сейчас сплела как сплела нанизала просто это простое низ низание у нас и в конце добавила 6 штук бисера здесь у нас будет формироваться застежка добавила его и сейчас прохожу через второе отверстие твина делая такой круг здесь у нас для застежки до должен образоваться круг но петелька должна образоваться вот такая вот и вот эта петелька должна быть ровно посередине нашей нити если нитка 2 метра значит здесь вот один метр на одном метре у нас будет поворот идем дальше теперь плетем второй ряд берем один твин то есть отделочные твины у нас вот пойдут посередине а пар по краям будут вот основной как бы твин нанизала его и прохожу через второе отверстие следующего вот этого отделочного твина так у нас вот таким образом должны будут ложиться твины каждый раз набираем один твин набрала один твин отодвигая вот этот который у меня прозрачный ну с любой стороны как бы вот это второе отверстие может ложиться но потом уляжется и проходим через второе отверстие вот этого отделочного твина такими кирпичиками у нас ложатся твины сейчас вот так все должно ложиться на схеме это выглядит вот так смотрите очень просто вот так мы прошли первый ряд повернулись и сейчас нанизывая по одному твину проходим через второе отверстие вот этого отделочного твина и так идем до конца вот я прошла по всей длине смотрите какая гусеница с усиками у меня получилось вот ну можно конечно взять другие цвета может быть получилось бы интереснее но мне захотелось вот так теперь мы дошли до этого конца нам нужно образовать вот такую же петельку для замка то есть сейчас набираем 6 штук бисера набрали сейчас проходим вот я вышла лес ниткой здесь это у меня вот правая сторона прохожу с бисером во второе отверстие твина чтобы получить здесь такую петельку получили теперь прохожу во второе отверстие вот светлого твина вот так вот и сейчас будем вставлять бусинки между вот этими твинами но я здесь остановилась другой стороны поворачиваю для удобства вот этот хвостик пока у нас отдыхает мы потом пройдем с другой стороны а пока проходим с этой я беру вот эти бусины которые 3 миллиметра вставляю их между вот этими твинами входим во второе отверстие твина и у нас здесь как раз хорошо садится вот эта бусина кстати эту бусину у меня рондель 2 на 3 миллиметра ссылки я оставлю на вот эти бусины а твины я покупала по моему в иголочке вот вставляем сейчас бусины нанизываем таким образом две бусины на третью одеваем бисер вот я его сейчас отдела вот и еще на один момент хочу обратить ваше внимание вот этих крайних твинов должно быть кратно трем вот у нас тут как бы узор из трех состоит раз два три кратно трем должно быть и плюс один твин для симметрии допустим если у вас 9 к примеру должно быть их 10 но из этого расчета просто думайте сами сколько у вас вот какая у вас длина здесь будет и делим эту длину на 3 и плюс 1 как кромочный у нас будет вот теперь одеваем 2 2 бусины очень просто нанизываем идем дальше подряд одеваем две бусины и на 3 одеваем бисер и так идем до конца с другой стороны одеваем по бисеринке смотрите я уже прошлась вот все вот эти промежутки заполняем бисером хорошенько потом натягиваем внутреннюю вот эту сторону и у нас получается вот такой овал для колье ну потом остается нам спрятать вот эти концы я их выведу друг навстречу друг другу для этого можно даже пройти по вот этим звеньям вот так пройти вот куда-то попетлять в общем спрятать и потом остается поставить замок вот так я установила замок магнитный можно наверное было его сразу сюда включить между бисерин и вот такое колье простое сегодня у нас получилось вот узор очень легкий вот можно поиграться со цветом конечно у меня попроще получилось вот ну а я с вами прощаюсь всем желаю успехов и до следующего видео пока пока пока